Пошипи, пошипи, дружище. Физкульт, привет из Берлоги. И наконец-то я купил, давно не покупал уже, и перевешался в свой уголок босса, мега босса, мыло специальное для рук. Очень классное, здоровское, рекомендую. Вот эти только дозаторы мне пришлось заказывать отдельно. Там целую долгую дорогу они из Москвы прошли. Растирается все на сухую, потом только смывается, либо убирается тряпочкой. Вот такая вещь. Одна чистит хорошо, другая чистит хорошо, еще и заживляет всякие рамки, царапулечки, козявки, корявки на руках. Пойдемте, то, что сегодня я вам покажу. Видите, сегодня у меня свободное помещение, шикарное, где можно прям ходить, гулять. Все готово к сезону, почищено, помытое. Единственное, что осталось только на второй станок приготовить пистолет. Груза закуплены, колпачки цветные готовы. Смазки по ведру, по свежей, все на месте. Кисточки оба вида здесь. Все там ждет у нас только кучащих клиентов. Единственное, что возможно в этом сезоне, в этом сезоне я пропущу переобувку. К сожалению, я сейчас немножко народу своего сделаю. И мы уезжаем далеко-предалеко на север Якутии. Делай большие-большие, прибольшие колеса. Здесь буквально еще вчера все было заграбождено до потолка ящиками. Вчера всю эту посылку большую я отправил туда. И через несколько дней мы вылетаем туда, стартуем самолетом с моей хорошей командой. С нами туда полетел уже комплекс 4. Организатор могучий, здоровенный, огромный, большой. Это вот впервые в моей жизни я буду порвать делать комплекс 4. Сделанный ребятами из города Героя Златоуста, с которым сейчас Контачи уже очень хорошо. Лично, правда, к сожалению, не знаком. Но я думаю, все в будущем. И разговор на сегодня про урганизаторы. Именно про Златоустовские. Все знают в России, кто меня знает лично. Монтажники по интернету и всякого-всякого. Как я ненавижу урганизатор комплекс 1 Златоустовский. Ребята со Златоуста тоже это знают. Но все это обосновано и фиг бы с ним. Потом когда-нибудь я это раскрою. Зато все остальные вулканизаторы просто неповторимые. Считаю, они даже лучшие мировых аналоги, на мой взгляд. Тех, которых я видел. Тех, которых я ощупил. И сегодня у меня рассказ про мой любимый, самый, я считаю, лучший универсальный вулканизатор, мини-мастер, который может реально все. Единственное, что в нем сложность, это к нему нужен талант человека, талант и все-таки немножко опыта. Очень легкий, мобильный, так называемый из класса S-образных вулканизаторов, которые многие почему-то не любят. Я не люблю, кстати, да, S-образные вулканизаторы тоже. Но мини-мастер к ним не относится. Это своего рода вообще шедевральное изобретение. Как оно так получилось, не знаю, но оно получилось. Познакомился с ним еще до 2000-х годов. Может быть потому, что он тогда, на тот момент был не сильно распространен. Я и раскрыл все его хорошие вот эти стороны и все его возможности этого вулканизатора. И на данный момент, да, у меня их уже три. Один я спас буквально от смерти. Он стоял у человека какого-то лет 10. Я его выкупил. Также с помощью златоустовских ребят все восстановил. И все мне теперь работает. Пыхтит, коптит и вулканизирует. Окей, покажу вам сегодня, как устанавливать покрышку. Они легковые разных размеров. Маленькие где-то валяются у меня там. Средние, я думаю, не надо, Мишлинка. И здесь хорошая такая. 325-60R20. То есть вполне все подойдет для демонстрации. Самая главная ошибка многих в нем, в этой установке, по высоте этого вулканизатора. В моем взгляд оптимально это основание 65 сантиметров. Вот это основание должно быть на уровне 65 сантиметров. Кто-то я видел его ставит ниже. Там вообще неудобно установить покрышку. Кто-то, я наблюдал, ставит его на уровень стола. Покрышку также неудобно ставить на вот эти плиты, на тены. Это не очень хорошо. 65 сантиметров. Самая классная и хорошая высота. Когда-то, много лет назад, тоже от своих коллег шиномонтажников услышал, что этот вулканизатор может варить только боковую часть покрышки. Я удивился, как бы то да, но задумался. Позже я услышал от других шиномонтажников, но целые толпы сказали, что этот вулканизатор может вулканизировать только протекторную часть покрышки. В чем дело, я не знаю. Почему они так для себя решают, я тоже не могу понять. На мой взгляд, он может вулканизировать любое место покрышки от края борта, где вот бывают козятки, остаются после монтажа. У неумелых шиномонтажников, либо от плохих станков. От прям борта само. Любое место в бочине, плечо и любое место в протекторной части покрышки. Мало того, этим вулканизатором, то есть я могу ремонтировать любые грузовые покрышки абсолютно, без разницы где, без разницы в каком месте, лишь бы хватило повреждения, чтобы закрыть площадью подушки. Это в двухэтапной, естественно, не может быть метод, только в двухэтапной. Легковой, одноэтапной. В легковом мире у меня 14 пассаж, это самый большой, поэтому одноэтапной я могу делать всегда. Но хотя разницы для меня особо нету, двухэтапной или одноэтапной, без разницы. Большую часть покрышек-погрузчиков я могу вулканизировать на нем двухэтапно. Реже большие карьерные колеса. И довольно часто приходится варить сельхозки, потому что там, ну, самый-самый применяемый вулканизатор. У меня это вот этот, наверное, сельхозка. Что мы имеем? То есть высоту сделано обязательно 65 сантиметров. Имеем подставку, которая поддерживает покрышку во время вулканизации. Подковообразную штучку такую, чтобы покрышка, нижний борт в нее заходил, и все удачно, нормально располагалось. Очень такой интересный, хороший механизм для зажимания. Две подушки. У меня тут есть небольшая хитрость. У меня досталась сейчас совсем старинных, старых-старых времен такая вот профильная плитка. Сейчас, я не знаю почему, но златоуст ее не делает. Не продает, во всяком случае. Может быть, отдельно можно показать. Не знаю. Раньше еще также к этому вулканизатору шло очень много вот таких разной длины трубочек. Для многих вещей я всеми ими пользовался. Сейчас их комплекте нет. И вот таких штучек. Все, в принципе, делается просто, легко и даже, даже не напрягаясь, когда я этому научусь. Но сначала нужен небольшой опыт. Еще основная их фишка, что он греет не жесткими вот этими подушками и утюгами, которые козявят протектор и профиль покрышки, а именно у него есть вот эти хорошие классные подушки. В них, наверное, основной весь секрет. Тут определенный объем набивного материала. Если его сделать меньше, будет уже не то. Сделать больше, будет не то. Поэтому вот это вот соотношение, количество этого материала в подушке, играет очень важную роль. И именно этими подушками можно сделать, придать любую форму. Можно располагать поперек тены, повдоль тены. Возможные надо по диагонали. Вот таким образом, если сложить, у меня там есть еще, кстати, низкопрофильный, то можно ее заколдовать под низкопрофильную подушечку, под самый борт. Единственное, что убрать шов подальше, либо перевернуть вообще, чтобы это была тоненькая такая трубочкообразная штуковина, пошла под нижний борт профильный, под верхний борт, точнее, под нижний край борта низкопрофильной покрышки. Верхнюю подушку можно также располагать, неважно, как поперек, повдоль. Эту тену можно располагать так же и поперек, и повдоль повреждений. Неважно все это. То есть довольно очень мобильный, очень компактный, кстати, и легкий вулканизатор, которым я могу сам один управляться по большей части. Бывают моменты, где мне нужен помощник. Реже бывает, когда нужно два помощника. Такое тоже бывает, когда, допустим, нужно установить на наклонной поверхности повреждения. Сейчас все это быстренько продемонстрирую. Так, маленькую покрышку принесу. А, и, кстати, вот, покажи, эту покрышку приготовил тоже для демонстрации, как зажать этот мини-мастер, и эту тоже самое. То есть вот эта у меня есть какая-то малышка. Я думаю, она уже, да, негодная, но для демонстрации вполне пойдет. Размер 185,713. То, что нам, я думаю, нужно. Что мы имеем? Допустим, бочину нам надо зажать. Тогда подковообразную вот эту вставочку мы располагаем по вдоль линии организатора, нижнюю тену, по вдоль бочины получается. Подушечка у нас идет вдоль тены. Примерно этой подушкой мы обязательно придаем профиль внутреннего борта. Раздвигаем немножко борта. Придерживаем. Поднимаем эту вот упорную штучку, упорный рычаг. Опять же поправляем внутри подушку, чтобы она равномерно лежала на тене и равномерно была под бортом. И снаружи я всегда на повреждения ориентирую, крест ставлю. Но это до того, как покрышка подходит под ульканизатор. Далее, здесь в зависимости от повреждения, подушку располагаю так, либо так, неважно. То есть, это абсолютно без разницы. Лишь бы все это закрывало поверхность ульканизации. И потихоньку придаю профиль верхней подушкой профиль покрышки. Снизу должно быть это, то есть, полукруглая по форме покрышки, а сверху плоская по форме плиты, по форме тены. Опускаю, зажимаю. Все, зажимаю. Единственный еще важный очень момент. Ни в коем случае не доставайте этот рычаг. Он служит как вес. Как замок здесь. То есть, если вытащить, этот замок расслабляется и нет такого давления на верхнюю подушку. Зажали и оставили внизу. Лапки в стороны. Дальше включили и таймер. Насколько вам нужно времени. Главное, профиль сохраняется. Профиль снизу сохраняется. Это то, что касается бочины. Там все расщелкнется. После луканизации все это расслабляем. Убираем аккуратненько подушки. Убираем опорную вот эту штучку и все это достаем. Извлекаем все с луканизированным. То, что касается плеча, то же самое здесь происходит. То же самое и на плече. Можно там немножко скукожить, подушку эту сбить в одну кочку. Есть просто опорный этот рычажок. Опустить пониже. На верхней подушке можно придать небольшой уголок, допустим. Ну, а верхнюю так же сплющить, разгладить. И все то же самое получится и здесь. Также сверху форму плоская под форме ТЭНО. А здесь форма уже по форме плеча под крышки. Внутри полукруглая. Все элементарно. Хватило бы фантазии. И главное не лениться все это выводить и делать, думая о результате. Вот с протектором немножко есть хитрость. Небольшая. Вулканизируется все легко, здорово и прекрасно. Так, с протектором нам будет, если мы расположим покрышку на протекторной части, на этой ТЭНО, то нам будет мешать вот этот вот рычажок, чтобы расположить покрышку четко вертикально. убираем тапорный рычаг для поддержания покрышки. Разворачиваем подковообразную штучку. ТЭНО в эту плитку оставляем перпендикулярно вулканизатору. Располагаем нижнюю подушку. Ну и допустим где-то на протекторе здесь повреждения. Подковообразную эту штучку прячем внутрь. здесь проверяем покрышку, чтобы легла ровно на ТЭНО. Расположили. Либо так, либо так, как вам угодно. Вне зависимости от того, как расположена подушка ТЭНО также может располагаться либо так, либо так. Все в зависимости от повреждения того, какого размера покрышка. От того, как вы все это располагаете относительно друг друга. Также зажали, запустили таймер, время. Все, элементарно. Так, на этом, наверное, стоп. Мы сейчас, я кое-что тут модернизирую и покажу, как устанавливать большую покрышку, широкую, но легковую. Все за мной. Покажут маленько. Пошипи, пошипи, дружище. кофе-брейк. Трансформировал мини-мастер свой любимый под вулканизацию большой покрышки, чтобы у нас широкие борта, вон, 325-й покрышки, зашли одной бочиной на Тену, а второй бочиной в подковообразную штучку, и не помешало это нормально расположить покрышку. Вот такой вот штангань нарастил высоту Тену над подковообразной штучкой. Раньше, говорю, их было вроде три вида в комплектации, они все были у меня, всеми я пользовался, сейчас их у меня нет. Те вулканизаторы уже куда-то, наверное, кому-то отошли, не помню даже кому, честно говоря. Эту я заказал отдельно, мне ее одной пока достаточно. Конечно, монтировать одному сложнее, но это можно, это реально, это вполне все осуществимо. Сейчас я все это покажу. Сразу, ранее, естественно, мы готовим подушки суда, чтобы не было, как у меня, у работников все любят, вот когда-то что-то так и зависит, у тебя потом морать там подай, то подай сей, или в колесо большое залезут, и начинается этот сбор инструмента с общественных началов. Нет, все заранее на два шага вперед предусмотреть, то есть, две подушки здесь, это готово, на место поставил упор нижний для покрышки, и пробуем сейчас поставить широченную покрышку. Сразу рекомендую вас, где у вас повреждения есть, рисовать на ней кресты, что на прошлом маленький не показал, крест это вот центр повреждения, потому что, когда вы накроете подушкой, вот это, вы не увидите центр, только по кресту вы сможете ориентироваться, это очень трудно, на самом деле, все совместить по центру, поэтому кресты, я прям для работы, рекомендую, повыше, пониже, на плече, второй у нас будет, и на протекторе, также придумаем, сначала попробуем все это установить на бочину, так, что у нас есть, покрышка тяжеленная, и она, честно говоря, даже по профилю не влезет, придется немножко хитрить, мы сделаем на одно отверстие, пониже, и закрепим, все это настраивается, все эти отверстия много, и раньше были вот такие штучки, для этих целей, они, на мой взгляд, подходили гораздо лучше, вот здесь были боковые отверстия, вот они из другого, другого, но немножко все справимся, еще один момент, у меня вулканизатор к полу не закреплен, то, что вы сейчас увидите, это нехорошо, но у меня же не всегда мобильно, всегда куда-то утаскиваются, уносятся, поэтому пока их я не закрепляю, когда-нибудь я все, конечно, это закреплю, и будет все мне прекрасно, но не сейчас, так, и примерно, 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 пока покрышку так вот наживлю, и в качестве подставки использую как развода предыдущую, окей, мы имеем теперь так, поставленную тену, подушку, ширины, ширины маленькие, не хватает, в смысле, ширина, слишком большую штангу, нам придется ее сюда пропихнуть, так, мне для подставки нужна покрышка побольше, идет мишлинчик, и примерно, постараюсь отсюда также совместить центр повреждения с центром, все, надо убедиться, что там все по центру, что ловко, все хорошо, ну и здесь также в зависимости от повреждения, то есть верхнюю подушку либо поперек морта, либо повдоль морта, неважно, устанавливаем центр повреждений который помечен крестом совмещаем с центром тены и зажимаем все окей то есть бачина 325 покрышки 60-20 вполне себе сюда влазит не просто не нелегко надо постараться но к ремонту вполне себе допустимо то же самое мы можем делать с венчевым повреждением главное чтобы тена была в порядке разложена и сама подушка по форме чтобы не торчало где-то лишнего или допустим наоборот не закрывала лишние тена и в порядке все с плечом точно так же надо придать внизу форму плеча снаружи форму тены плоско горизонтально и так же все точно зажимается бинго ну и протектор при протекторной локонизации надо избавиться от этой нижней поддержки все и тогда все у нас прекрасно висит и живет и в данном случае подковообразная штучка даже не имеет значения по кристаллу направлено потому что покрышки покрышки тяжелые кстати от тундры это тандра все там надо чтобы также тена была ровно и подушка ровно со всех сторон здесь мы ну кресты уже не буду крутить он встал честно говоря ориентируем покрышку по кресту кладнем подушку ориентируясь по кресту и крест соответственно должен совпадать центр повреждения с центром тена с центром кладушки все кладем окей ориентируясь ориентирую и а у